А в Роспотребнадзоре Республики сегодня говорили о поддержании санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей. Здесь также подвели годовые итоги. Руководитель управления Клименти Хацуков подробно рассказал о положении дел в ведомстве. В 2012-м снизилось количество инфекционных и кишечных заболеваний, зато увеличились цифры по ВИЧ и гепатиту С. В минувшем году проводились масштабные исследования по энцефалиту, изучали клещей. Анализ показал, что опасности они не представляли. Кроме того, в 2012-м году в медпункты обратились более трех тысяч человек, пострадавших от укуса животных. Всем им была оказана помощь, однако есть и проблемы. В районе Чирекском по сегодняшний день не создана бригада по отлову бронячих животных, в частности собак. В таких территориях, как в Баксанском, Ельбрусском, Урванском, Лискенских районах эти бригады работают. Вызывает обеспокоенность загазованность воздуха из-за увеличивающегося количества машин. Исследованы почва и вода. Лабораторному анализу были подвергнуты более двух с половиной тысяч проб из различных водоемов. Практически все соответствуют норме. А вот со свалками дело обстоит сложнее. На многих из них нет обслуживающего персонала. До сих пор не решен вопрос с утилизацией ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. В минувшем году большая работа была проведена по контролю в сфере кредитования. Составлены административные протоколы на такие банки, как «Русский стандарт», «Ренессанс», «ВТБ-24», «Связной банк». Именно здесь чаще всего нарушались права потребителей.